Привет, девчонки! Сегодня я расскажу вам о лучшем способе делать кардио-тренировки дома. И да, все мы с вами знаем этот самый лучший способ. Но сегодня мы говорим не о нем. Было бы странно, если бы я с вами говорил об этом. А говорим мы о интервальных тренировках. Именно интервальный тренинг для дома, на мой взгляд, самый подходящий. Ссылка, если, конечно, нет дома кардио-тренажера, если есть дома дорожка, велосипед, какие-нибудь еще прочие, эллипсоиды. Конечно, это идеально. Встал утром, сделал там себе кардио. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Пока я все почувствовал. Но, естественно, не у всех у нас есть эти дорогостоящие аппараты. А вот эти вот модные в ковид шагоходы такие для дома, очень, на самом деле, не очень. Хотя, казалось бы, конечно, что это топ. Но, соу-соу, я пробовал неоднократно. И слишком много тратишь времени на то, чтобы получить нагрузку. Короче, не прикольно. Поэтому лучшим выходом, на мой взгляд, здесь является интервальная тренировка, которая занимает минимально времени, минимальное место может занять. Вы можете составить ее из любых упражнений, которые у вас есть. Использовать различные вариации временных отсеков на отдых и упражнения само. И при этом потратить много калорий, пропотеть, получить тонус мышц и все-все-все, чего мы так с вами хотим. Несколько вариаций тренировок я сейчас вам расскажу. А тот, кто будет молодцом и досмотрит до конца, узнает образ, который вы получите. Так вот, интервальные тренировки бывают абсолютно разными. Самый нам известный формат табата. 20 секунд работы, 10 секунд отдыха. И так мы, соответственно, делаем 8 раундов и можем циклировать, циклировать, циклировать. Выбрав, опять же, любые упражнения на нужные нам мышечные группы. За счет этой интервальности организм быстро запускает процесс энергоотдачи и мы, соответственно, хорошо тратим калории. Также интервальные тренировки могут быть настроены по принципам ЭМОМ. Это выполнение в одну минуту необходимого количества повторений, но это уже достаточно уровень продвинутый. Я как-то делал ЭМОМ на Бёрпи и чуть не сдох. Если честно, там было 10 минут и надо было сделать 100 или 150 Бёрпи. Короче говоря, это было очень жестко, поэтому это не для начинающих точно, в отличие от табаты. Помимо ЭМОМ и табаты, вы можете использовать абсолютно различные вариации временных отсеков. Минуту отдыхаете, минуту работаете, 30 секунд отдыхаете, 30 секунд работаете. Есть различные возможности для разных уровней подготовки, для разного состояния и прочее, прочее, прочее. Как я сказал ранее, для тех, кто досмотрит, будет бонус. В моем Телеграм-канале я для вас выложил отснятый вариант табаты, который вы можете делать дома. Этот вариант вы можете использовать, он направлен на фуллбоди, но также вы можете сделать его под себя и направить его больше в ягодицы, вверх тела или куда-либо угодно. И поэтому тот, кто перейдет по ссылке в закрепе в шапке профиля этого канала, получит эту самую прекрасную тренировку по Актобату в моем Телеграм-канале. Также можете туда подписываться, там для девчонок ввиду различного рода рубрики, рассказываю про питание, про тренировки, про все, про все, и мы с вами общаемся, да, соответственно, помимо этого всего. Поэтому, девчонки, хорошие мои, подписываемся, качаемся, становимся лучше вместе. Я еще много чего интересного вам могу рассказать, но на сегодня у нас все. Всем хорошего дня!